Добрый день, много уважаемые коллеги, добрый вечер, здравствуйте, там не знаю, доброе утро, кто как. Ну, для начала я бы хотел, я бы хотел вот что сказать, надо сейчас приготовиться к нашей встрече. Значит, у кого плохое настроение, вы можете смело подключаться, и вы получите, наверное, удовольствие. Кто в очень таком хорошем настроении, вы запаситесь платочками, что может быть всплакнуть. Ну, а все остальные, которых намного меньше, вы можете запастись какими-нибудь там яблоками мочеными, чтобы кидать в меня, потому что не все однозначно воспринимается наш амбулаторный БЛИЦ. Но давайте по порядку, я вам сегодня приготовил немножко иную редакцию, особенно после огромного количества писем, которые мы получаем. Но пока я хочу напомнить в своем образе Максима Петровича Гончаловского. Обратите внимание, что он сказал, и все нигилисты, которые нас смотрят, пусть послушают великого врача, сказанную фразу больше 150 лет тому назад. Многопредметность ухудшает качество подготовки врача. Врача нужно сконцентрировать на более важных, ярких и главных болезнях, которые в определенном обществе имеют большое значение. Это стало пророческим и сегодня. Сегодня подготовка врача тоже не должна идти, особенно для работы в поликлинике, не должна идти по всей медицине, а только на те категории пациентов, которые страдают болезнями, которые на потоке, с которыми часто обращаются, от которых инвалидизируются и от которых, к сожалению, умирают. Так вот, поверьте, Атяма Максима Петровича Гончаловского, в каждой стране, ну, правда, сейчас все нивелировалось, поэтому невозможно это говорить, в современном мире есть болезни, которые врач амбулаторный, да и любой, должен знать. Те, от которых умирают, инвалидизируются и так далее. Их не так много. Это болезни сердца и сосудов, это обструктивная болезнь легких, это сахарный диабет, это болезни костей суставов, это онкологические болезни и те ситуации, которые ежедневно на потоке, лихорадки. Вот, вот что должен знать врач-терапевт в поликлинике, но это он должен знать и очень быстро это диагностировать, тогда будет толк. Поэтому вот задача показать, как это я видел, как я это знаю у людей, с которыми я работал со своими великими учителями, сродни Максима Петровича Гончаловского. Кстати говоря, когда я у них учился, я подобных выражений, как вот там с мамой была, вот тут вот ассоциация, я не слышал. Там совсем были другие выражения, ну так, на всякий случай. Ну а теперь посмотрим, о чем идет речь. О чем идет речь. Какие же болезни действительно вызывают высоченную инвалидизацию и смертность? Москва, смерти амбулаторной за пять лет. Из десяти москвичей семеро умирают от болезни систем кровообращения. Эту болезнь нужно уметь диагностировать, как говорится, мгновенно, с порога. Диагноз в двери. Диагноз в двери. И доктор, который считает, что так и за минуту можно, вот я застал то золотое время, когда диагноз ставился в двери за доли секунды. Ну, в какой-то мере мы это в нашей клинике владеем и этим. На втором месте стоят болезни новообразования. Более тонкий вопрос, сложный. Об этом мы поговорим на наших следующих блиц. А вот болезни органов дыхания, конечно, несоизмеримы с патологией сердца и сосудов, но тем не менее тоже занимает ведущее место. И мы об этом сейчас поговорим. Итак, обструктивная болезнь легких. Абсолютно глобальная проблема. Вы видите, ранее была такая статистика, что заболеваемость у Хоббл – это где-то до 3% населения. Но потом стали делать патологодомические вскрытия, и оказалось, что более 60%. Что это? Прижизненная гиподиагностика, посмертная гипердиагностика. Может быть, было мало известно о том, что такое обструктивная болезнь легких. Время шло, появилось то, что мы называем ГОЛД, вот эту глобальную инструкцию по хронической обструктивной болезни легких. Стало много чего понятно. И вот исследование одной из фундаментальных, которые провела патологоанатомы под руководством доктора Кошелевой, 12-й вскрытий за 5 лет. Клинический диагноз Хоббл – 24%, при этом основное заболевание 2,1%, все остальное рядом лежащее. Ну а 68% – основное заболевание, и как вообще констатировано, а основное – как бы 1,3%, капля в море. Насколько это справедливо? Это уже данные последние. Оказывается, что все-таки Хоббл – это распространенное заболевание 41%. А вот теперь наши данные недорогого стоят. 2017 год – 232 аутопсии, в том числе 53 секции, где обструктивная болезнь легких была ведущей. И это составляет 23%. Таким образом, каждый четвертый, каждый пятый из умирающих людей страдает обструктивной болезнью легких. Отражается на этом очень много. И вот сегодняшняя ситуация с ковидом. Да, у курильщиков вы видите, что в полтора раза чаще имеют тяжелые симптомы курильщики, и в два с половиной раза большая вероятность госпитализации и необходимости искусственной вентиляции легких и смерти. Так что ничего хорошего нет. А если посмотреть вот это большое исследование профессора Зырианова Сергея Кенцариновича, то вы посмотрите, мало того, что есть Хоббл, плюс еще в каком тяжелом состоянии пребывают пациенты. Мучаются, мучаются, мучаются. Ну и совсем итог, который обязывает нас сегодня рассказывать про обструктивную болезнь легких, это вот такая статистика ВОЗа, что к 30-му году, ну это вот станет третьим по величине убийцей в мире. Ну я думаю, что это уже произошло. Сердце и сосуды, онкология и Хоббл. Итак, постановка диагноза в этой фразе Левина и Плетнева все сконцентрирует. Доктора, вот если бы читать эти книжки, было бы тогда понятно, что не все надо смотреть, никакие лодыжечные индексы для оперативного диагноза не нужны. Для оперативного диагноза не нужны то, а нужно внешний вид. Как зашел, что сказал, где зубы, где ногти, какие ногти, какой живот, какая шея, есть ли она вообще. И многие детали, которые видны с порога. Диагноз двери. Ну а дальше, а дальше, мой любимый слайд, наше анкетирование, достаточно 15 минут на амбулаторный прием пациента. Тут мнения ученых разошлись, в том числе с теми, которые в негализме, в негативизме находятся. Да, 0% сказали, это вообще невероятно, но кто-то считает, что в принципе возможно. Но понимая, что приходят разные люди, одеться, раздеться, поговорить, выговорить свои печали, радости и так далее, что, конечно, 15 минут – это малореально, это нужно намного, намного меньше. Поэтому нужен блиц. Вот если бы те, которые вот так нежно ко мне отнеслись, если бы я их сейчас видел, я бы хотел бы с ними познакомиться, я бы задал бы несколько вопросов, не относящихся к медицине. Первый вопрос – играют ли они блиц в шахматы? Да? И второй вопрос – играют ли они в проферансы? Не в дурака и не в кинга? Нет. Это все не в буру, а в проферанс. Там с мозгами все должно быть. Очень. И блиц. Вот для тех, кто не понимает или не шахматист, я заранее могу сказать, что я шахматист, я играл в блиц, я играл в темную, я играл в партии, будучи ребенком. Шести лет я сидел в другой комнате, а в другой комнате сидели шахматисты, они говорили, они делали ходы, мне их передавали, я, не видя доску, делал же шаги правильно. Ну, шахматы требовало 23 часа сидеть вот на этом мягком месте и изучать, 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 изучать. А я любил еще футбол, баскетбол, гоняться на улицы, девчонок. Поэтому, да. Но, тем не менее, то, чего умею, то и умею. Так вот, если кто-то видел когда-нибудь, как шахматисты, великие гроссмейстеры, играют блиц, то можно было бы увидеть, что они делают всегда один и тот же ход, Е2, Е4. Никогда ни один гроссмейстер, играя сеанс на 20 досках условно, не делает другой ход. Только Е2, Е4. Ответный ход, ну, по-разному, ну, как правило, тоже Е7, Е5, да? Понятная история. Второй ход он делает одинаковый. А вот тут уже начинаются ответы. И ежели ответ несуразный, который не описан в шахматных партиях за века, он, этот человек, обречен на проигрыш. У шахматиста, кто делает блиц, теряется интерес к этой партии, потому что он понимает, что перед ним слабоиграющий человек. Либо гений, либо гений, который придумал новую партию. Это очень трудно, это практически невозможно. Поэтому, как правило, это такие подмастерия. И еще 3-4 хода, и будет разгром. И будет разгром. Блистательные шахматисты представлены здесь. И Хозера Улька Пабланка, и Эммануил Ласкер, и Ананта, вообще вершина, и сегодняшний шахмат, индийский гроссмейстер. И Карлсон, который считается вообще виртуозом Блица, шведский гроссмейстер. Но, по мне, у меня есть один в шахматах кумир. Это Михаил Таль. Без двух пальцев на правой руке это не мешало ему быть блестящим пианистом. Блестящим пианистом. Да, блестящим юристом. И очень больным человеком. У него чего только не отрезано за всю свою жизнь. И вот смотрите, что сказал Таль. Достоинство молниеносной игры, ее динамизм и зрелищность. Как и амбулаторный прием. Динамизм и зрелищность. Чтобы больной ушел в полном удовлетворении от того зрелища, которое показал ему врач. Оно развивает реакцию шахматного мышления, служит тренировкой для игры в цейт-ноке. Для пятнадцати минут на приеме у врача. Вот что это такое. Вот что это такое. Ну и то, что еще. Великие шахматисты, которых я их показал, как великие композиторы, что творчество знают наши гениальные музыканты. И без знания этого они бы не сыграли бы ни одной ноты. И эти великие русские врачи, которые могли смотреть больных и по той методике, которую они заложили, как базис всемирной медицины. Один из корифеев, который я вам сейчас покажу. Я вот поэтому преображаюсь в эти образы, чтобы рассказывать об этой жизни. Итак, профессор Яновский. Я эти несколько его фраз постоянно всюду показываю. Набить руку, наметать взгляд на больного. Набить руку и наметать взгляд на больного. Вот что нужно сделать. Но у Яновского перед тем, как сказать эту фразу, была же огромная база знаний. Давайте, перед тем, как мы покажем нашего больного и возможность быстро его посмотреть, давайте мы восполним те знания, которые нужно иметь, чтобы вообще понимать об обструктивной болезни легких. Итак, первый шаг. Где бы ни было, в любом учреждении. Это нужно знать определение. Ну, во-первых, это заболевание, которое можно и нужно лечить. Оно лечится. Это первое. Оно характеризуется постоянными респираторными симптомами. И на которые влияют какие-то частицы, никому не нужные. В частности, никотин. Второй шаг. Клиника. Кто пришел? Ну, раз влияют эти частицы типа никотина, на человек должен покурить энное время. Поэтому хоббл в 20 лет быть не может, и в 30 лет быть не может. Уже с пеленок, слава богу, никто не курит. Начинают курить в определенном возрасте, и нужно напить стаж. Поэтому, чтобы говорить о хоббл, нужно, чтобы был пациент старше 40 лет хотя бы. Внешний вид. Внешний вид. Об этом я чуть позже скажу. Ну, вы знаете, что есть вид больного, у которого весь худой, да, у которого вот можно положить, я не знаю, куриное яйцо вот в надключичную область, а есть наоборот, да, наоборот, полные люди с короткой шеей, да, у них все ведет к легочному сердцу. Это очень важный компонент, они отличаются. Ну, и дальше все достаточно просто. Это одышка, которая никуда не девается. Это хронический кашель, это мокрота. Все, разве для этого нужно много времени, чтобы задать вопрос одышка, кашель и мокрота. Ну, ерунда, да еще и внешний вид. Шаг третий. Ну, профессиональные вредности. Самое главное – это курение. И очень важна последняя строчка. Чем беднее страна, тем больше больных с хоббл. А бедность страны определяется прежде всего людьми, которые там пребывают, одно дело – это алкаши, да, а другое – это те, которые вот не были, не были счастливы, когда произошло 1917 год, возникла революция, ну, и вот вся интеллигенцию либо расстреляли, либо она эмигрировала. А мы сейчас ищем, а где же эти люди, а где же эти интеллигенты. И вот два вида, два вида больных, да. Один – то, что мы называем эмфизематозный, да, а второй – это бронхитический, бронхитический тип. Да, один розовый, другой синий, вот они так отличаются. У них по-разному все происходит. Там, где бронхитический тип – это, понятно, избыточное питание, это диффузный, теплый цианоз, это кашляющий человек, а с другой стороны – это в большей степени одышка, ну, и так далее, и так далее. И обратить внимание, пить, курить, говорить – я начал одновременно. Очень важно маркеры хронического употребления алкоголя. Не у всех, но он есть. Курением не нужен никаких иллюзий, никаких иллюзий. Ты куришь долго, у тебя будет хоббл, потому что все тут есть. А если еще и папа у тебя курил, то совсем все печально. Да, все печально. А никотин, или его там суррогаты, или электронные, не имея значения, вызывает бурный воспалительный ответ. Бурный воспалительный ответ, бурная клеточная реакция. В итоге возникает то, что возникает. И альвеолы, и деструкция возникает, и слизи очень много, и воспалительный процесс. Вот вы знаете, что уже и в Соединенных Штатах, и в других местах запрещено курить электронные сигареты точно так же, как и обычные сигареты, если и курить, то в специально отведенных местах. Я, к сожалению, не могу много времени этому тратить, но в любом случае, куришь – будет у тебя хоббл. Более того, сейчас уже известно, если ты куришь, ты, может быть, даже до хоббл не дозаживешь, потому что ты внезапно помрешь от острой коронарной недостаточности. Тоже проверенные вещи. Итак, внешний вид больного, его возраст, алкоголь, профессия, курение, масса тела. Не так все сложно, чтобы это все спросить очень быстро. Теперь клиника, ну, великая мастера своего дела, да, описывали, не будучи врачами, описывали людей практически с обструктивной болезнью легких, и как этот человек Бунин мог написать такую фразу, что кашлял он от табаку и курить начал по 2008 году, то есть он написал длительный стаж курения, а глубоко дышал от расширения легких. Ну, фантастика, ну, фантастика. Расширение легких – это то, чем сегодня мы все занимаемся, весь мир, все респираторные общества, все этим занимаются. Потому что, обратите внимание, справа оно так расширено, что оно уже никуда дальше не двигается. Все, альвеолы, все там повреждено, и площадь для газоотмена, она практически отсутствует, и одышка носит абсолютно перманентный характер. Дмитрий Дмитриевич Плетнев, он сказал такую фразу, что дать точное определение понятию одышка затруднительно. Затруднительно потому, что здесь одновременно смешан двоякого рода явления, объективный с субъективный. В одних случаях больной жалуется на одышку, между тем врач не находит никаких симптомов, за исключением жалоб, и обратно. Могут быть налицо объективные симптомы одышки, в то время как больной на нее не жалуется. Одышка при заболеваниях легких носит характер бронхиальной обструкции, усилие удлиненный выдох, сухие свистящие хрипы, сухие хрипы в горизонтальном положении, сухие хрипы при форсированном выдохе, свистящее дыхание. Очень важный симптом – дыхание сквозь сомкнутые губы, сейчас покажу, набухание шейных вен на выдохе. И вот описание одышки. Заболевания легких или сердца? Заболевания легких характеризуются прогрессированием, постоянством, нарастанием при физической нагрузке и респираторными симптомами, имеется в виду кашель, мокрота. Вопрос – не пищит ли, не свистит ли у вас в груди во время одышки? Не подсвистываете ли вы при дыхании? Иногда слышу свист, обычно, когда ложусь. Ну вот, один из компонентов легочной бронхиобструкции. Облегчается ли одышка при использовании ингалятора, если он им пользовался? Да, становится легче. Ну, абсолютное доказательство. Дыхание сквозь сомкнутые губы. Сомкнутые губы создают сопротивление на выдохе. И вот та большая ловушка, которая возникает при хобол, она с помощью сомкнутых губ, ну, она легче воздух туда проникает. Легче воздух проникает и становится легче дышать. Поэтому вид очень важный, больной. Как он дышит и какие он делает губы. Следующий вопрос. С одышкой мы уже разобрались. Кашель ежедневный, перемежающийся чаще днем, редко ночью. И выделение мокроты. Итак, четвертый шаг. Это то, что мы сейчас все сказали. Данные плюс осмотра. Барбанные палочки, чевые стекла, расширенные вены, вены шеи, диффузный, теплый цианоз. Все это имеет большое значение. Расширение межеверных промежутков, потому что участвуют те вспомогательные мышцы, которых обычно нет. Очень важно. Это очень важно. Когда возникает одышка. Только при догрузке, при какой, при какой. Вот эти четыре или тут пять позиций очень нужно понимать. Я задыхаюсь только при большой. Меня не хватает, мне не хватает дыхания, когда я спешу. При ходьбе. То есть идет человек по ровному месту. Начинает убыстрять шаг. Разникает одышка. На ровном месте я иду из-за дышки медленнее, чем люди такого же возраста. Или мне приходится останавливаться. Следующее. При ходьбе на ровном месте я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, пройдя около 100 метров. Я та же задыхаюсь, когда просто выхожу из дома. Они просто сидят дома и никуда не выходят. Следующий компонент важнейший. Это наличие. Это наличие данных спирометрии. Давайте послушаем главного пульмонолога Москвы Андрея Станиславовича Белевского. То есть только бронхит от ХОБЛ отличается наличием или отсутствием нарушений функции легких. То есть если нет нарушения функции легких, это бронхит. А если есть нарушение функции легких, это хроническая автруктивная болезнь легких. Для того, чтобы понять, есть нарушение функции легких, то есть есть обструкция или нет, делают такой параметр, который называется модифицированный индекс ТЕФНО. Может быть кто-нибудь захочет записать, может не захочет, неважно. Есть такой параметр, который, это дробь объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости легких. И он должен быть меньше 0,7. Вот если он меньше 0,7, это ХОБЛ. Если больше 0,7, это пока бронхит. Обязательные условия. Без спирометрии поставить диагноз невозможно. Следующий шаг. Следующий шаг. Вот это определить по этому показателю степень тяжести. Тоже очень важный показатель для назначения лечения. Следующий шаг. Наличие или отсутствие обострения. Наличие или отсутствие обострения. Обострение сопровождается кашлем, гнойной мокротой, лихорадкой, ну и изменением периферической крови. Следующий шаг. Фенотипы. Мы об этом уже сказали раньше. Просто здесь он в такой хронологии. Ну и наконец, теперь мы имеем маленький листочек бумажки. Положите ее перед собой. Положите ее перед собой и смотрите больного на предмет ХОБЛ. Смотрите на возраст, на стаж курения, на профессии, маркера алкоголя худой или толстый. Спирометрия. Какие вопросы надо задать? Те вопросы, которые характеризуют одышку. Когда она возникает? Кашель. Когда есть или нет? Есть ли мокрота или нет? Чаще днем или ночью? И осмотр, который я уже сказал. И вот зная вот это, давайте посмотрим больного. Добрый день, Алексей Витальевич. Ну, я хотел бы с вами познакомиться и несколько вопросов вам задать. Ну, во-первых, сколько вам лет? 67. 67. Вот такой некуда. За вчера было. Очень, ну да. Ну, примите мои поздравления опоздалые. Скажите, пожалуйста, вы не худой? Ну, и не худой, и не полный, как бы. Да, ну, живот есть. В самом расцвете силы. Да, ну, живот есть. Да, животик. Это ваша профессия. Ну, бывший артист цирка. Бывший артист цирка. То есть физические нагрузки ранее были. Были, да, и большие физические. Хорошо. Курите? Да, курю. Сколько лет уже? Уже 40 лет. 40 лет вы курите. То, что мы называем аллергией, она какая-нибудь есть? Да, вы знаете, есть. Вот в цирке я, почему я закончил свою деятельность профессиональную, как инспектор Манежа, я присутствовал при работе артистов на Манеже, а с Манежа ковер лежит, а на нем оседает пыль. Это волос животных разных, медведей, львы, там, все это. И, вы знаете, у меня начиналась сразу отдышка. Заложенность носа. Заложенность носа и слезы. И слезы. Выпиваете? Ну, по молодости, но не так, чтобы как бы выпивал, ну, как нормально. Нормально, хорошо. Что больше всего вас беспокоит? Ну, отдышка при ходьбе. При ходьбе. Вам надо останавливаться? Да, я останавливаюсь. Метров сколько вы проходите? Примерно? Метров, ну, 100 могу пройти. Может быть, да, и надо побольше гулять на свежем воздухе. Это понятно. Скажите мне, пожалуйста, ну, это изо дня в день? Вы знаете, да, уже много лет. Кашель. Кашель, да, очень мучает, особенно по утрам. Мокрота. Мокрота вязкая, такая желтовато-зеленоватого цвета. И тяжело отходит. Тяжело отходит. А скажите мне, пожалуйста, температура. Вы знаете, температуры нет практически. Не бывает, да. А вот то, что называют врачи обострением, когда усиливается кашель, много мокроты, такое бывает? Вы знаете, мокрота нет, она не отходит. А усиливается кашель, мокрота не выходит, и отдышка такая, что прям такое ощущение, что, я же говорю, через вату дышишь. А что вам помогает? Ну, вы знаете, вот... Вот вы принесли с собой... Ну, вот сальбутамолу, ну, он так, он купирует буквально там на час-два. И снова пять. Да. В основном, ну, вызываю... Скорую помощь. Скорую помощь, да. Она три кубика преднизолона и кубик эофилина. Эофилина. И скажите, а каждый день вы какие-то лекарства пьете, вот, связанные с одышкой вашей? Да, я постоянно ультибра, один раз в сутки. Ну, и потом, этот, фарадилкомби. Фарадилкомби. Скажите, отеки на ногах? Вы знаете, пропали были отеки, сейчас, да, очень... Хорошо. Я вас посмотрю? Да, конечно. Дайте мне руки. Хорошо. Угу, хорошо. Выше поднимите, думаю. Вот, да, хорошо. Открытым методом подышите. Угу, хорошо. А сейчас надо будет прилечь. Прилягте, пожалуйста. Угу. Я знаю, что вам трудно лежать. Я очень, я очень, я очень быстренько. Ну, хорошо. Давайте, встаем. Алексей Витальевич, вот, на основании всего того, что мы с вами поговорили, и вот то, что в осмотр есть такая болезнь, как хроническая обструктивная болезнь глюки. Хоббл называется, да, она высока вероятность у вас, но для того, чтобы поставить точно диагноз, что это хоббл, а не просто бронхид, нужно сделать спирометрию. Это вот один из основных моментов, который нужно сделать. Второе, очень важно, очень важно понять, что вот эта болезнь, хоббл, она из-за того, что постоянно нехватка кислорода, это отражается на всех органах и других тканях. Поэтому нужна электрокардиограмма. Нужно посмотреть, что у вас, как функционирует сердце, нужно сделать холтеровское монетарирование, эхокардиография. Все это мы вам, все это мы вам сделаем. Следующий очень важный момент – это анализ крови, да, потому что в нем, во-первых, есть или нет признаки воспаления, какой уровень гемоглобина, обычный гемоглобин у легочных больных таких хронических, он высокий. Ну, надо посмотреть наличие зенофиров, потому что вот вы же говорили, что у вас иногда бывают, ну, вот утром, да, трудности дышать, а потом это проходит. Ну, вот элемент бронхиальной астмы нужно понять, он существует или нет. Вот анализ крови много дает, потому что есть и зенофилия и так далее. После того, как мы это все сделаем, мы с вами вновь встретимся, поговорим и назначим лечение, потому что лечение обструктивной болезни легких сегодня значительно видоизменилось по сравнению даже то, что было, может быть, год-два тому назад. Ну, видите, это... Ну, и последующий шаг – это, конечно, поставить диагноз. Поставить диагноз, который вот требует сегодня современная медицина, потому что от правильности постановки диагноза идет назначение и выбор лекарственной терапии. Ну, мы этому больному, естественно, все провели, спираметрия у него индекс ТЕФНО, у него меньше 0,7, было подтверждено, что это обструктивная болезнь легких, у него там третья степень нарушения бронхиальной проходимости, у него выражен клиник симптомов. Вы помните, он говорил о том, что он ходит только не более 100 метров, и нужно ему останавливаться, дальше идти не может. Это характеризуется вот циферкой 3, и вы видите, что выражен клиник симптомов, если вы выражены, у него выражены, поэтому у него диагноз звучит хроническая обструктивная болезнь легких. Третья степень – тяжное нарушение бронхиальной проводимости с выраженными клиническими симптомами, да, вне обострения, потому что сейчас у него признаков обострения нет. Можно у него выделить фенотип бронхитический, так, тип у него, он толстенький, да, вот, и нужное осложнение. Помните, он говорил, что у него есть проявление отеки, наверное, это все в рамках хронического легочного сердца, без которого обструктивная болезнь быть не может. У него есть ряд сопутствующих заболеваний, но я не буду их сегодня затрагивать. Вопрос терапии, это следующий шаг, вопрос терапии, отказ от курения однозначный, научить пользоваться ингалятором и основам самоконтроля, о котором мы два слова скажем, обязательном условии вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, побуждение к физической активности, побуждение у него есть, он сам говорил, надо больше бывать на свежем воздухе. В бронхолитике короткого действия только для обречения симптомов он у него лежит, и оценка необходим длительной кислородотерапии у него пока таких нет. Итак, из того, что есть, я знаю, этот больной вакцинировался от гриппа, в прошлом году даже вакцинировался от пневмококковой инфекции. У него есть побуждение, у него есть ряд сопоточных заболеваний, которые мы тоже, естественно, выявлять нужно и лечить. Вот обратите внимание, какие существуют негативные эффекты неактивного образа жизни, постельного, сидячего режима. Ну, вы видите, насколько все это трагично заканчивается, потому что поэтому нужны физические усилия. Что касается фармакотерапии, она сегодня при стабильном течении хоббл вне обострения, но до деталей известна. Все оценивается с позиции наличия клинических симптомов тяжести заболевания. Выражены они или не выражены по шкале МРС или КЭТ. У нашего больного она равна 3, больше 2. Следовательно, он попадает в правую часть, когда длительно действующие бронхолитики, бета-двоагонисты, холинолитики назначаются в одном флаконе. И такой флакон сегодня называется длительно действующий комбинированный бронхолитический. Если состояние менее тяжелое, то можно выбирать врачу либо длительно действующие холинолитики, либо длительно действующие бета-двоагонисты. У нашего больного вариантов нет, нужно 2. Как долго их делать? Как долго? Кстати, наш больной эпизодами получал один из препаратов для комбинированной длительной бронходилатации, препарат под названием ультибра, но нерегулярно. При этом он еще и лечил, принимал периодически таблетки преднизолона, вызывал скорую помощь, ему постоянно доводили гормоны. Вот обратите внимание, на каком-то этапе у больных необходимо дополнять кортикостероидами, но только в виде ингаляторов, в виде ингаляционного введения. При каких условиях они должны быть четко обозначены, потому что по современным введение этих больных кортикостероидов не должны применяться. Применяться только в тех случаях, когда, первое, ну не помогает двойная комбинированная бронходилатация, раз. Когда есть какой-то перекрест с бронхиальной астмой. У этого больного какие-то элементы есть. Когда есть признаки аллергии, то есть, что характерно для астмы, у нашего больного есть. Помните, цирк, ковер и так далее. Поэтому назначаются кортикостероиды. И вот если они неэффективны, то здесь уже нужна высокопрофессиональная или высокоспециализированная помощь пульмонологам. Вот обратите внимание, чем характеризуются вот эти бронходилататоры. С одной стороны, бета-2-агонисты более эффективно снижают одышку. Так, а бета-2-агонисты, бета-2-агонисты, они обеспечивают уменьшение, бета-2-агонисты уменьшают одышку, а мхолинолитики, они способствуют более такому эвакуации мокроты. В комбинации, естественно, эти свойства соединяются. Сегодня вот эти фиксированные комбинации, их много. Есть ультибра, который принимает наш больной нерегулярно. Есть пиолта, есть анора, есть дженуэр-дуоклир, есть биовиспи-аэросфера. Это совсем все новые препараты. И суть у них одна. Они все двойны, они все длительно действующие, в отличие от короткодействующих, которые должны быть только симптоматически использоваться. И все они имеют совершенно фантастические способы доставки. Ни дармо, ни в своем названии имеют дополнительное дополнение названия ингалятора. Либо это брисхалер, либо это респимат, либо это дженуэр или аросфера. Показания к назначению кортикостероидов вы здесь видели. Но нужно очень понимать, что кортикостероиды, которые так поголовно всем назначаются, они вызывают очень тревожные изменения в легких. Они способствуют росту пневмонии, потому что снижается иммунитет на территории дыхательных путей. Они, к сожалению, развивают часто туберкулез. Они вызывают бурное развитие сахарного диабета и остеопороза. Поэтому нужно строго придерживаться показаний. Вот у нашего больного показания есть, потому что у него есть некие триггеры, когда ему становится тяжело дышать, это вот пыль коверная. Ну, эзинофилии у него нет, но ему специально никто этот анализ не проводил с акцентом на эзинофилию. Ну, а вот показания – это вот к отмене. Я уже практически это сказал, потому что преимущество двойной бронходилитации пролонгированными препаратами намного выше, круче, чем кортикостероиды. Ну, вот тут вот есть такой параметр. Сергей Николаевич Авдеев, наш главный пульмонолог Министерства здравоохранения, со своими авторами, вот предложил такой национальный алгоритм отмены кортикостероидов. Обострение. Ну, обострение, понятно, что нужно дополнительно назначать имбактериальные препараты. Существуют такие критерии Антонисона, которые, значит, характеризуются наличием одышка, кашля, макрота, гнойной и так далее, и так далее. Ну, и вот здесь написаны те потенциальные причины обострения, которые тоже нужно снивелировать. А уж если назначать антибиотики, то тоже существуют абсолютные правила игры. Возвращаясь к нашему больному, мы ему поставили диагноз, который я уже сказал, мы ему назначили терапию, ультибра, ему этот препарат более понятен, я ему добавил ингаляционный кортикостероид, хотя сегодня уже есть новый препарат, уже три в одном, два бронхолитика и кортикостероид. Ну, это более предпочтительные с учетом удобства, да, хотя эффективность она примерно та же. Вот, и мы с ним договорились о курении, насколько это возможно. Ну, и у него ряд есть сопутствующих болезней, которые, ну, мы тоже обсудили. Ну, вот такая, значит, история. Очень важна реабилитация, она существует психологическая, у него есть физическая реабилитация. Ну, и очень важно, на легочную реабилитацию нужно направлять пациентов не всех, а только имеющие ту или иную степень дыхательной недостаточности. И последнее. Все хорошо знают, что гипертоник должен иметь тонометр и следить за своим давлением. Там больной с сахарным диабетом должен иметь глюкометр и следить за собственным взятки за динамикой глюкозы. Больной с нарушением липидного обмена должен контролировать холестерин, либо продавить низкой плотности. Больной с астмой бронхиальной или больной с обструктивной болезнью легких тоже должен контролировать свое состояние. Для этого существуют целые различные рекомендации, одна из которых представлена здесь план действия пациента, и каждые 6 месяцев пересмотра, отмечая в своем дневнике, и вовремя реагируя на присоединение тех или иных препаратов. Этот пациент после вот такого регулярного приема, я думаю, что пройдет какое-то время, 3-4 месяца, мы повторим эту нашу встречу уже после коррекции. Вот то, что я хотел рассказать, и буду с нетерпением ждать ваших откликов. Только я прошу понять, очень важно, оперативный осмотр имеет огромнейшее значение, и нужно уметь оперативно выявить болезни сердца, атеросклеротического происхождения, нужно оперативно уметь определить обструктивную болезнь легких, и это, если ты владеешь этой оперативностью, то тогда тебе будет проще смотреть больного, у которого коморбидное состояние, хоббл и сердце, или там хоббл и другие какие-то вещи, там гастроэнтерологические и так далее, там тоже нужен БЛИЦ, там тоже нужно научиться вот базисному осмотру различных органов систем, и онкологии в том числе, но все поэтапно. Будем так, ну вот, степ-бай-степ, да. Следующий у нас амбулаторный БЛИЦ будет посвящен вот такому оперативному оценке заболевания, наиболее часто случающейся в практике, остеоартритом. Спасибо всем за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok